Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос «О чём говорится в диалоге?». На лекции чтения мы попробуем подобрать правильное по смыслу слово в текст, а также будем отвечать на вопрос «О чём говорится в тексте?». 요즘 한국어를 공부해요? 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요. В этом задании нужно ответить на вопрос «О чём говорится в диалоге?». Давайте для этого переведём диалог на русский язык. 요즘 한국어를 공부해요? Вы в последнее время учите корейский язык? 네, да. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. Я учу корейский язык у друга или я учу корейский язык у подруги. Ключевыми словами в этом диалоге будут Итак, о чём же говорится в диалоге? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. «Нам자는 학생입니다. Мужчина ученик». Номер два. «Е자는 학교에 다닙니다. Женщина ходит в школу». Номер три. «Нам자는 한국어를 가르칩니다. Мужчина преподает корейский язык». Номер четыре. «Е자는 한국어를 공부합니다. Женщина учит корейский язык». Мы знаем по ключевым словам, что «женщина учит язык корейский у друга или подруги». «정답». Правильный ответ номер четыре. «Е자는 한국어를 공부합니다. Женщина учит корейский язык». 17번 «지금 부산 가는 버스 있어요?» «잠깐만요. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요.» «그거 한 장 주세요.» Давайте переведем на русский язык. «지금 부산 가는 버스 있어요?» «시час есть автобус 부산?» «잠깐만요. Подождите немного». 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. Через 30 минут есть отправляющийся автобус. «그거 한 장 주세요.» «Дайте, пожалуйста, на него один билет». Ключевые слова диалога будут «Бусан 가는 버스 있어요?» «Если автобус в Пусан?» «30분 후에 있어요.» «Есть через 30 минут». «Дайте один билет». Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Итак, о чем же говорится в диалоге? «Номер 1.» «Е자는 버스 별을 샀습니다.» «Женщина купила билеты». «Номер 2.» «Нам자는 버스를 타고 있습니다.» «Мужчина едет на автобусе». «Номер 3.» «Е자는 지금 부산에 있습니다.» «Женщина сейчас в 부산е». «Номер 4.» «Ном자는 부산에 가려고 합니다.» «Мужчина собирается в 부산». Итак, у нас ключевые слова. «Если автобус в 부산?» «Это спрашивает мужчина». «И да, он есть через 30 минут». «Мужчина покупает один билет». «Значит, мужчина собирается в 부산». «정답!» «Правильный ответ номер 4.» «Нам자는 부산에 가려고 합니다». 18번 «요즘 테니스를 치고 있는데 재미있어요.» «민수 씨도 테니스 칠 수 있어요?» «아니요. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요.» «그래요? 제가 가르쳐 줄 수 있는데 한번 배워볼래요?» «좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요». «Давайте переведем диалог на русский язык». «요즘 테니스를 치고 있는데...» «Я в последнее время играю в 테니с и...» «재밌어요. Это интересно». «Мин수 씨도 테니스 칠 수 있어요?» «Мин수, вы тоже можете играть в 테니с?» «아니요. Нет. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. Я ни разу не играл». «그래요?» «Да. 제가 가르쳐 줄 수 있는데...» «Я могу научить. 한번 배워볼래요?» «Хотите попробовать?» «Давайте сначала определим ключевые слова диалога». Ключевые слова будут такими... «요즘...» «последнее время...» «теннисы를 치고 있는데...» «Играю в теннис». Затем мужчина отвечает... «Чо пончёги 없어요?» «Ни разу не играл». И женщина на это говорит... «제가 가르쳐 줄 수 있는데...» «Я могу вас научить». И мужчина отвечает... «Карычё чу сеё...» «Научите, пожалуйста». О чём говорится в диалоге? Давайте ответим на этот вопрос. Для начала переведём варианты ответов на русский язык. Номер один. «Намчанэн...» «У мужчины нет времени на выходные». Номер два. «Йо джанэн...» «Юдзюм...» «Женщина в последнее время занимается спортом». Номер три. «Намчанэн...» «Теннисэрэл...» «Беунчоги сэмнида...» «Мужчина как-то учился играть в теннис». Номер четыре. «Йо джанэн...» «Теннисэрэл...» «Карычильсо...» «Обсэмнида...» «Женщина не может научить играть в теннис». Итак, мы знаем, что... Женщина в последнее время играет в теннис и также предлагает научить играть в теннис мужчину. «Чонгдап» Значит, правильный ответ номер два. 여자는 요즘 운동을 하고 있습니다. женщина в последнее время занимается спортом. Давайте переведем диалог на русский язык. Чтобы ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 여자는 천하루 갈비탕을 주문했습니다. женщина по телефону заказала 갈비탕. Номер 2. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다. мужчина бронирует 오жен. Номер 3. 두 사람은 같이 저녁을 먹으려고 합니다. оба собеседника собираются вместе поужинать. Номер 4. 두 사람은 식당에서 예약하고 있습니다. Оба собеседника разговаривают в ресторане. Итак, мы знаем, что мужчина собирается забронировать, а не женщина. И мужчина, скорее всего, звонит в ресторан. То есть эти собеседники находятся в разных местах. мужчина также собирается забронировать именно ужен. 정답. Значит, правильный ответ номер 2. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다. мужчина бронирует ужен. 20번 Диалог на русский язык. 내년에, следующем году, 우리 졸업하는데, мы выпускаемся. Суми 씨는 뭐 할 거예요? Суми, вы чем будете заниматься? 외국에 가서 일하려고 해요. Я собираюсь за границу поехать и там работать. 그래요? Да. 무슨 일을 하고 싶은데요? На какой работе вы хотите работать? 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. Я хочу работать в компьютерной компании. 그래서, поэтому, 지금 준비하고 있어요. Сейчас я к этому готовлюсь. Давайте для начала выделим ключевые слова. 내년, следующий год, чороп, выпуск. 뭐 할 거예요? Что будете делать? 외국에 일하려고. Собираюсь работать за границей. 무슨 일? На какой работе? 컴퓨터 회사, компьютерной компании. 지금 준비하고 있어요. Сейчас к этому готовлюсь. Итак, о чем же говорят два собеседника? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 두 사람은 외국에서 공부할 겁니다. Оба собеседника будут учиться за границей. Номер два. 두 사람은 회사에 다니고 있습니다. Оба собеседника работают в офисе. Номер три. 여자는 취직 준비하고 있습니다. Девушка готовится к устройству на работу. Номер четыре. 남자는 장년의 학교를 졸업했습니다. Парень выпустился в прошлом году. По ключевым словам, мы знаем, что оба собеседника выпускаются в следующем году. Девушка собирается устраиваться на работу после выпуска. Оба собеседника не работают в офисе. И мы знаем, что из двух собеседников девушка собирается работать за границей. 정답. Поэтому правильный ответ номер три. 여자는 취직 준비하고 있습니다. Девушка готовится к устройству на работу. 21번 Давайте перейдем на русский язык. 지난 주말에, на прошлых выходных, 한옥 마을에 처음 가봤는데, я первый раз посетила деревню 한옥. 정말 좋았어요. и мне очень понравилось. 저도 작년에 가봤어요. я тоже посещал в прошлом году. 한옥에서 차를 마시고, 잠도 잤어요. в 한옥 и чай пил, и спал. 그랬어요, да? 저는 시간이 없어서, у меня так как не было времени, 그렇게 못했어요. У меня так сделать не получилось. Получается перевод такой. У меня не было времени, и у меня не получилось ни чай, ни попить, ни поспать. 그럼 다음에 한 번 더 가보세요. Тогда в следующий раз еще раз посетите деревню. Давайте выделим ключевые слова. 한옥 마을에 처음 가봤는데, первый раз посетила деревню 한옥. Мужчина, 작년에 가봤어요, посещал в прошлом году, 차를 마시고, 잠도 잤어요, там он и чай пил, и спал. А женщина, 그렇게 못했어요, у нее так не получилось. И ей мужчина предлагает, 한 번 더 가보세요, посетите еще раз. Итак, о чем ведется диалог? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 남자는 한옥 마을에서 살고 있습니다. Мужчина живет в деревне Ханок. Номер два. 여자는 한옥 마을을 자주 구경합니다. Женщина часто посещает деревню Ханок. Номер три. 남자는 여자와 함께 한옥 마을에 갔습니다. Мужчина вместе с женщиной посетили деревню Ханок. Номер четыре. 여자는 한옥 마을에서 자본 적이 없습니다. Женщина ни разу не спала в деревне Ханок. По ключевым словам, мы знаем, что женщина первый раз посетила деревню Ханок. Также мы знаем, что мужчина там не живет, а был в прошлом году. И мы знаем, что женщина и мужчина вместе не посещали деревню. Но мы также знаем, что женщина в этот раз, у нее не получилось ни чай не попить, ни поспать в деревне. 정답. Поэтому правильный ответ номер четыре. 여자는 한옥 마을에서 자본 적이 없습니다. В этом задании нужно ответить на вопросы к тексту. Давайте для этого прочитаем текст и переведем на русский язык. 여자는 한옥 마을에서 자본 적이 없습니다. В этом задании нужно ответить на вопросы к тексту. Стало много кинотеатров, которые показывают. То есть, в последнее время стало много кинотеатров, показывающих старые фильмы. 10년 전 영화인 조 цар앙도 кино 10-летней давности «Первая любовь» тоже. 다음 주부터 со следующей недели 여러 극장에서 пользуется입니다. Можно посмотреть в нескольких кинотеатрах. 조 цар앙은 내용이 아름다워서 в последнее время тоже популярно. 이번에 크고 좋은 화면으로 таким 기억 내용이 아름다워서 많은 사람들이 잊지 못하는 영화입니다. История «Первая любовь» очень красивая и для многих это незабываемый фильм. А дальше нам нужно к этому предложению продолжить другое предложение. Музыка из этого фильма в последнее время тоже популярна. Давайте посмотрим на четыре варианта. Номер один КРИГУ И Номер два КРОМЕН Тогда Номер три КРОНА Но Номер четыре КРЫДУ Но все же. Итак, у нас было предложение что история «Первая любовь» очень красивая. И второе предложение «Музыка» тоже популярна. То есть эти предложения можно соединить с помощью И ЧОНГДАП Правильный ответ номер один КРИГУ Получается такое предложение КРИГУ И музыка из этого фильма в последнее время тоже популярна. В следующем задании нам нужно выбрать верный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Для этого нужно выделить ключевые слова. Давайте попробуем сделать это вместе. Итак, ключевые слова этого текста будут Стало много кинотеатров, показывающих старые фильмы. Десятилетней давности «Первая любовь» можно посмотреть в нескольких кинотеатрах. Так как история очень красивая, для многих это незабываемый фильм. Наонумак은 인기가 많습니다. Музыка из этого фильма популярна. Сарамдарии манеки дарегу 있습니다. Многие люди ждут это кино. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один «Чоцаранг» 새로 나온 영화입니다. В последнее время не слушают музыку из фильма «Первая любовь». По ключевым словам мы знаем, что музыка из этого фильма также популярна. Люди интересуются и ждут фильм «Первая любовь». И первая любовь это не новый, а фильм старой десятилетней давности. И также его будут показывать в нескольких кинотеатрах. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер два. «Чоцарангэй пуёчунын кэкчэнги манцымнита». Давайте прочитаем и переведем текст на русский язык. Орёсэльтэй когда я был маленьким или когда я была маленькой 어머니는 저에게 노래를 자주 불러주셨습니다. Моя мама часто пела мне песни. 제가 울 때는 когда я плакал или когда я плакала 재밌고 신나는 노래를 불러주셨습니다. Она мне пела веселые песни. 그리고 찰 때는 и когда я засыпал или и когда я засыпала 제 침대에 같이 누워서 она ложилась рядом и 조용한 노래를 불러주셨습니다. Пела тихие песни. 저는 어머니의 노래를 기억 잠이 또 잘 왔습니다. По-русски 불러주셨 как 기억 мамину песню «Я лучше засыпал» или «Я лучше засыпала». 저는 아직도 «Я все еще 어머니가 불러주 노래들을 기억합니다. Я все еще помню песни, которые мне пела мама». и 지금 В этом задании нам нужно дополнить предложение правильным по смыслу словом. И для этого давайте сначала посмотрим на предложение. По-русски это будет сначала скобки, киок, слово, а потом мамину песню «Я лучше засыпал» или «засыпала». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, у нас предложение. Если я слушаю мамину песню или когда я слушаю мамину песню, я лучше засыпала. То есть по смыслу нам подходит номер три «ДЫРЫМЕН». Слушав мамину песню или «Если я слушал мамину песню, я лучше засыпал» или «засыпала». В этом задании нам нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте выделим ключевые слова. «ДЫРЫЛ БУЛЛОЧУЩЩЩЩЩЩЩЩМИДА» «КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНКИМ» или «МАЛЕНКОЯ» 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 «МАЯ МАМА ПЕЛА МНЕ ПЕСНЮ». УЛЬТЕ НЫН «ЗЕМЕЙКО СИЛНАНЫ НОРЕ» «КОГДА ПЛАКАЛ» или «ПЛАКАЛ» или «ВИСЁЛЫЕ ПЕСНЮ». «ДАЛЬТЕ НЫН КОГДА ЗАСЫПАЛ» или «ЗАСЫПАЛА» «ЧОЮНХАН НОРЕ» «ТИХИ ПЕСНЮ». «БУЛЛОЧУН НОРЕДЕРЫЛ КИОКХАМНИДА» «ПОМНЮ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ОНА МНЕ ПЕЛА». «КОГДОРЕДЕРЫЛ ЧЕЙ АИ ХАНТЕ БУЛЛОЧУМНИДА» «ЭТИ ПЕСНИ Я ПОЮ СВОЕМУ РЕБЁЕНКУ». «ТЕПЕРЬ НАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ЧИТЫРИ ВАРИАНТА ОТВЕТОВ». «НОМЕР АДИН. «ДОНЫ ОМОНИГА ПУЛЛОЧУН НОРЕДЕРЫЛ ИЗОБОРЮСЫМИДА». «Я ЗАБЫЛ» или «Я ЗАБЫЛА ПЕСНИ, КОТОРЫЕ МНЕ ПЕЛА МАМА». «НОМЕР ДВА». «ДОМЕР ДВА». «ДОМЕР ДВА». «ДОМЕР ДВА». «ДОНЫ ОМОНИГА ПЕЛА» «НОРЕДЕРЫЛ ПУЛЛЮСЫМИДА». «ЗАСЫПАЯ, Я С МАМАЙ ВМЕСТИ ПЕЛИ ПЕСНИ». «НОМЕР ТРИ». «ОМОНИНЫ ЗЕГА УЛМЕНН ЧОЮАННОРЕРЫ БУЛЛОЧУСЮСЫМИДА». «МАМА ПЕЛА ТИХИ ПЕСНИ, КОГДА Я ПЛАКАЛ» или «КОГДА Я ПЛАКАЛА». «НОМЕР ЧИТЫРИ». «ДОНЫ УРИ ОМОНИЧЕРОМ, Я ТАКЖЕ КАК И МАМА, ТЕ АЕГЕ ДУРЫРЫ ПЛЮЧУМНИДА» «ПОЮ ПЕСНИ СВОЕМУ РЕБЁНКУ». «ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ, МЫ ЗНАМ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОМНИТ ПЕСНИ, КОТОРАЯ ПЕЛА МАМА». «ТАКЖЕ КОГДА ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БЫЛ РЕБЁНКОМ И ЗАСЫПАЛ, МАМА ПЕЛА ЭТОМУ РЕБЁНКУ ПЕСНИ». «И КОГДА РЕБЁНОК ПЛАКАЛ, МАМА ПЕЛА ВЕСЕЛЫЕ ПЕСНИ, А НИ ТИХИЕ ПЕСНИ». «И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН ВЫРАС, СТАЛ ПЕТЬ ПЕСНИ МАМЫ СВОЕМУ РЕБЁНКУ». «ЧЕОНДАБ!» «ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ЧЕТЫРИ!» «ЦОНУ УРИ ОМОНИЧЕРОМ ЧЕ АЯ ЕГЕ НОРУ РЫЛ ПУЛЛО ЧУМНИДА». «ОЛМА ЧЕН НЕДАВНА ИНЖУ СЕЕСОННЫ В ГОРОДЕ ИНЖУ САЮМАЗАННУ КИЧАК ГИЛЬ ЧУБЕНАЛ, МЕСТА ВОЗЛИ НЕ РАБОТАЮЩИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, «КОГОНУРУ СЕРОПКЕ МАНДЫРОСЫМИДА». «ЗАНОВО ПЕРЕДЕЛАЛИ В ПАРК». «САРАМДЕРЫН, ЛЮДИ, КОМОНУЮ САНЦЕКХАГОНА ЛИБА ГУЛЯЮТ ПО ПАРКО, ЛИБА КИЧАКИРЫЛ ТАРА ГОРЫМЕНСА ИДУТ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И САДИНЫЛ ЧИКСЫМИДА», ФОТОГРАФИРУЮЮЮЦА». «КИЧАКИР ЙОППЕ НЕН ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОРЭТВЕН КИЧАРЫ КОТЬЁСО СО МАНДЫН КАППЕГА ХАНАИ СЫМИДА». «ИТАК, ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МАНДЫН КАППЕГА ХАНАИ СЫМИДА». «ЕСТЬ ОДНО КАФЕ», «КАКОЕ? СДЕЛАННОЕ из ЧЕГО? ОРЭТВЕН КИЧАРЫ КОТЬЁСО СДЕЛАНОЕ из СтАРОГО ПОЧИНЕННОГО ПОЕЗДА». Сделанное из старого подчиненного поезда. К кафе аненен киёк манисымнида. В этом кафе есть много киёк. Крыса, поэтому, к кафе тырок амян, если зайти в это кафе, янальпу нигерэ дыккельсуисымнида. Можно почувствовать атмосферу старины. Теперь давайте закончим предложение данными нам вариантами. Предложение было таким. К кафе аненен киёк манисымнида. В этом кафе есть много, и дальше нужно дополнить предложение. Чтобы понять, чего там много есть, давайте посмотрим на следующее предложение. Оно было таким. Крыса, к кафе тырок амян, поэтому, если зайти в это кафе, янальпу нигерэ дыккельсуисымнида. Можно почувствовать атмосферу старины. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта. Итак, в этом кафе есть чего-то много, и поэтому можно почувствовать атмосферу старины. Значит, в этом кафе есть много старых вещей. Чонгдап. Это и есть наш правильный ответ. Номер три. Оритвен бульгондыри. Теперь давайте посмотрим, какое у нас получается предложение. В этом кафе есть много старых вещей. Чтобы ответить на следующий вопрос, а именно найти правильный по смыслу ответ, давайте выделим ключевые слова. Са용하지 않은 китчаккель 주변 공원으로 만들었습니다. Место возле неработающей железной дороги сделали или переделали в парк. 공원, парк, китя, кель, 사진을 찍습니다. Парк по железной дороге и фотографируется. Китяры кочь어서 만든 кафе가 하나 있습니다. Есть одно кафе, сделанное из подчиненного поезда. Оредвен 물건들이 많이 있습니다. Есть много старых вещей. Можно почувствовать атмосферу старины. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. По железной дороге все еще ездит поезд. Номер два. Возле железной дороги все поменялось на парк. Номер три. Китяки львезо садинэльтигымян андэмнида. На железной дороге нельзя фотографироваться. Номер четыре. Китяки львэ китямоянне каппэга бансэмнида. Возле железной дороги много кафе в виде поезда. По ключевым словам мы знаем, что возле железной дороги есть одно кафе в виде поезда. Также фотографироваться на железной дороге можно. И по железной дороге уже не ездит поезд. Возле железной дороги все поменяли на парк. Чонгдаб. Поэтому наш правильный ответ номер два. Китякиль 주변이 공원으로 바뀌었습니다. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. 다음 달에, в следующем месяце, 친구가 결혼을 합니다. Свадьба у моего лучшего друга или у моей лучшей подруги. 외국에서 결혼식을 하는데, свадьба будет за границей, но 저는 회사 일 때문에 못 갑니다. Я не могу поехать из-за работы. 그래서, поэтому 휴대전화로 영상을 찍어서 친구에게 기억. Поэтому, я сниму видео поздравления на телефон и 기억 другу или подруге. 저는 친구와 어릴 때, я, когда мы с другом или подругой были маленькими или детьми, 함께 다닌 학교와, когда ходили в одну школу вместе, 우리의 추억이 있는 여러 장소, и также места нашего воспоминания, 찍을 ком니다, сниму. Получается, я сниму школу, в которую мы ходили вместе, когда были детьми, и несколько мест, которые являются для нас местами с воспоминаниями. 그리고, 고향 친구들이, и также друзей с родины, 축а 인사를 하는 것도 찍을 ком니다. Сниму поздравления. Получается, и сниму поздравления друзей с родины. Получается, было бы хорошо, если бы друг или подруга увидели видео, или увидев видео, обрадовался, или обрадовалась. Давайте вместе дополним предложение. Предложение было таким. Поэтому я сниму видео поздравления на телефон и киок другу или подруге. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Номер один. Иду, чтобы отослать. Номер два. Собираюсь послать. Номер три. Не могу послать. Номер четыре. Ни разу не высылал. Или не высылала. Итак, этот человек не может попасть на свадьбу. Собираются снять видео поздравления на телефон. Для чего? Да, чтобы отослать подруге или другу. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер два. Пунырёгу хамнида. Собираюсь послать. У нас получается такое предложение. Поэтому я сниму видео поздравления на телефон и собираюсь послать его другу или подруге. Чтобы найти правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом, давайте выделим ключевые слова. Друг или подруга женится или выходит замуж. То есть свадьба у друга или подруги. Вэгугесо. И будет она за границей. Вэзо ильтэймуны мокамнида. Я не могу поехать из-за работы. Поэтому Собираюсь снять видео поздравления и отослать другу или подруге. Что будет снимать этот человек? Снимать он будет именно в школу, в которой они ходили вместе и места с воспоминаниями. Также снимет поздравления друзей с родины. Было бы хорошо, если бы увидев видео, обрадовался или обрадовалась. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Я хочу поздравить друга или подругу со свадьбой. Номер два. Я собираюсь на свадьбу вместе с друзьями с родины. Номер три. По ключевым словам, мы знаем, что видео человек еще не успел снять, а только собирается. Также мы знаем, что друг или подруга собираются делать свадьбу за границей, а не на родине. И этот человек поехать не может и собирается снять на видео поздравления друзей с родины. То есть этот человек хочет поздравить своего друга или подругу. Правильный ответ номер один. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложений в тексте верным вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста и искать ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок длинного рассказа и также главный его смысл. Спасибо и всего вам хорошего!